Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник Абхазия». Сегодня у нас в гостях торговый представитель России в Абхазии Залина Юрьевна Кабешева. Залина Юрьевна, рад вас приветствовать. О вашем назначении мы узнали в новостях в августе этого года. Особенно приятно для жителей Абхазии, что со стороны российских партнеров выбор пал не только на специалисты с большим опытом, но и представители братского сединского народа. Мы в должности уже буквально несколько месяцев прошли встречи и с президентом Абхазии, и с ключевыми игроками на рынке. Я хотел бы начать нашу беседу с темы товарооборота между нашими странами. Несколько недель назад таможенный комитет отчитался, что товарооборот между Абхазией и Россией за 9 месяцев составил 24 миллиарда рублей. Это импорт и 4 миллиарда рублей экспорт. На ваш взгляд, каким образом можно нарастить объем двустороннего товарооборота и насколько быстро можно реализовать этот потенциал? Спасибо, Инна, еще раз за приглашение на беседу. Рассчитываю, что формат нашего общения будет регулярным с целью освещения всех аспектов торгово-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией. Не могу не выразить слова глубокой признательности руководству Абхазии друзьям, знакомым и в целом всем партнерам, которые меня с такой теплотой здесь встретили. Я рассчитываю, что наша работа совместная здесь будет очень продуктивной. Что касается вашего вопроса, безусловно, сегодня однозначно можно говорить о том, что потенциал наращивания товарооборота, он существенен. Вопрос лишь о выработке механизмов, которые позволят этот потенциал реализовать. Решение здесь очевидное. Необходимо унифицировать и гармонизировать законодательство России и Абхазии. Такая работа ведется. И ведется она в том числе в рамках Межправительственной комиссии по социально-экономическому развитию между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Очередной блог вопросов будет обсуждаться в ближайшее время на очередном заседании Межправкомиссии в декабре в Москве. Эта работа очень предметная. Очень много тонких вопросов. Но я уверена, что выработка совместных решений возможна. И результат будет достигнут. Торговое предстоятельство в этом вопросе оказывает и готово в дальнейшем оказывать всевозможное содействие. Одним из немоволважных факторов, которые будут способствовать наращиванию товарооборота, это, безусловно, прямое взаимодействие с регионами. Этому аспекту мы уже начали уделять особое внимание. И такое взаимодействие с регионами и Республикой Абхазии будет наращиваться. Непосредственная работа с территориями Российской Федерации позволит очень быстро выявить точки роста у каждого региона свои возможности, свой потенциал, свои необходимые потребности. И думаю, что здесь можно будет очень быстро найти какие-то совместные решения. Отрадная вещь, что такая работа уже и со стороны Абхазского руководства ведется, и в том числе и с торгово-промышленной палатой, визиты высшего руководства в регионы России, обратные договоренности по встречным бизнес-миссиям и официальным визитам. Все это прорабатывается в работе. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим эффект от этих визитов. Ну, как мы уже заметили, да, из приведенных цифр, это взаимодействие, оно более эффективно на данном этапе в вопросах импорта. И показатели гораздо выше, да, но в вопросах экспорта пока еще показатели в несколько раз ниже, да. И вот в этой связи, скажем, из озвученного таможенным комитетом 4 миллиардов экспортных, 1,6 миллиарда традиционно составляет алкогольная продукция. Фактически это почти половина от всего экспорта на сегодняшний день. Как вы считаете, какие товары могут составить конкуренцию этому показателю? И что, на ваш взгляд, необходимо предпринять для усиления взаимодействия между Абхазией и Россией, ориентированной именно на экспорт продукции из Абхазии? Безусловно, сегодня алкогольная продукция является лидером экспорта. Что касается остальных направлений, то, в принципе, перечень этих направлений уже обозначен и озвучен руководством Республики Абхазия. Эти решения обусловлены спецификой региона, его географическим месторасположением. И это однозначно плодовощная продукция, это производство продуктов питания, это вода, это рыболовство, переработка рыбной продукции, производство строительных материалов. База для всех этих производств, она и есть в Республике, вопрос лишь синхронизации и выработки нормативно-правовых актов, которые позволят все эти процессы запустить. Такая работа, она ведется, ее можно видеть. Конечно, результат, он не так быстро достигается, но, тем не менее, та существующая система торгово-экономических, экономических взаимоотношений в Республике, включая банковскую сферу, страхование, инвестиционную деятельность, порядок правоприменения, исполнительная судебная власть, это все, оно приводит к тому, что быстро решить задачу по производству и продаже продукции, которая бы производилась в достаточных объемах для экспорта на российский рынок, она не так быстро решается. Но я уверена, что в ближайшее время такие подвижки будут заметны однозначно. Можно ли говорить о том, что основная проблема в том, что нет возможности дать объем производству, который необходим на большой российский рынок? В том числе да, потому что на российской территории, как правило, основной объем розничной торговли приходится на крупные розничные сети, и одним из основных условий работы с этими большими, крупными розничными сетями является большой объем поставок продукции и их, скажем так, регулярность поставок. И для того, чтобы испечь такой объем поставок их регулярность, нужно здесь наращивать очень большие объемы производства, по меньшей мере. Либо уже, как я уже сказала, работать напрямую с регионами конкретными, уже под эти регионы затачивать те производственные процессы, которые здесь можно уже в необходимом для конкретного региона объеме производить. Это может быть еще одним дополнительным решением. И вполне возможно, что для абхазской экономики было бы целесообразно, возможно, обратить внимание на экологичность производимой продукции. Это теперь в настоящее время тренд и продукт, который является достаточно востребованным с учетом ухудшающейся экологической обстановки, и использованием ГМО, и прочих искусственных составляющих в производстве продуктов питания. И Абхазия обладает достаточными природными и климатическими ресурсами, чтобы производить экологически чистые продукты. Вы затронули в том числе и тему инвестиций из регионов. Как известно, Абхазия на сегодняшний день ориентирована на инвесторов из России. В то же время крупные инвестиционные проекты часто в нашем обществе вызывают опасения, что инвесторы внутренние могут потерять свою конкурентоспособность. Возможно, это вызвано в первую очередь финансо-экономической и численной асимметрией с российским партнером. В этой связи, что, на ваш взгляд, является приоритетным направлением для инвестора из России? И как в существующих условиях обеспечить баланс между интересами инвестора и государством? Я бы хотела сказать, что я, в принципе, не разделяю тезис о том, что внешние российские инвесторы могут, скажем так, составить или чем в каких-то вопросах ущемить внутреннего инвестора. Для внутреннего инвестора внутренний рынок открыт всегда. То есть он может в любой момент инвестировать в любое производство и начать заниматься процессом производства. Вопрос здесь лишь в формах финансирования, в возможностях финансирования, инструментах банковской поддержки и все, что касается именно финансирования и организации производственного процесса. Если внутренний рынок Абхазии заходит крупный российский инвестор, то следует понимать, что он реализует в стране крупный якорный проект. И, как правило, к этому якорному проекту потом сопутствует возникновение множества мелких производственных циклов, которые, как правило, реализуют местный бизнес, мелкий бизнес, средний бизнес. И, соответственно, это приводит к однозначному увеличению занятости населения, соответственно, поступлению в бюджет. Если на внутренний рынок приходит средний, мелкий российский инвестор, то и в этом случае государству это выгодно. Почему? Потому что создаются конкурентоспособности от среды по типу производимой продукции. И в любом случае эта конкурентоспособность приводит к гармонизации ценовых характеристик на эту продукцию. И в любом случае это выгодно потребителю, местному населению. И в этом случае это доходы в бюджет государства, это сбалансированная ценовая политика на продукцию, которая производится внутри республики. И это более выгодные условия уже для того, чтобы населению было право выбора покупать этот продукт или тот. И улучшается качество продукции и все, что с этим связано. Говорить о том, как обеспечить баланс интересов государства и инвестора, то здесь тоже, в принципе, все очень просто. Государство обеспечивает гарантированные условия функционирования инвестора, а инвестор платит налоги государству. Вопрос, как обеспечить эту неизменность ведения бизнеса. В принципе, для крупного инвестора, вообще для инвестора важно, чтобы, вкладываясь в какой-то производственный процесс, он четко понимал, что в течение конкретного времени условия ведения бизнеса для него будут неизменны. Есть так называемая бабушкина оговорка, в соответствии с которой для инвестора обеспечиваются в течение конкретного периода времени неизменные налоговые и инвестиционные льготы. В Российской Федерации, например, такой формой поддержки руководствовались при создании специнвестконтрактов, специальные инвестиционные контракты, в рамках которых инвестору предоставляется возможность в течение 10 лет пользоваться всеми федеральными плюс региональными налоговыми льготами, а инвестор со своей стороны обязуется локализовать производственный процесс до определенной глубины локализации. В целом, вот такие решения могут быть. В принципе, практика на работу, но нужно смотреть. Как вы оцениваете текущее состояние законодательства в плане инвестиционной привлекательности? Я думаю, что сегодня судебная практика правоприменения вызывает очень много вопросов. Мы знаем, к сожалению, есть и негативные примеры по инвестиционным проектам, которые здесь локализуются. С другой стороны, видим положительную динамику работы, которую ведет и правительство, и есть программы по инвестиционному сотрудничеству. Я думаю, что процесс в этом направлении есть. Из вашей биографии нам известно, что ранее вы занимали должность заместителя торгового представителя Российской Федерации в Республике Беларусь. В этой связи известно, что президент Беларуси совсем недавно посещал Абхазию и говорил о том, что именно торгово-экономическое взаимодействие должно быть базисом взаимоотношений между Абхазией и Беларусью. Как вы оцениваете потенциал этих торгово-экономических взаимоотношений и какова роль России в этом процессе? Действительно, последние три года я очень плотно занималась вопросами развития торгово-экономических отношений между Россией и Беларусью. Это была одна из основных наших задач на беларусском направлении. Хочу сказать, что Беларусь сохранила очень серьезные компетенции в промышленности, в сфере сельскохозяйственного производства. И я думаю, что было бы весьма полезно обратить внимание на компетенции беларусские в сфере тепличного, фермерского хозяйства, производства продуктов питания. Продукция беларусская востребована в Абхазии также. Это вкусная продукция, качественная. Есть очень серьезное решение в промышленной отрасли. Развито сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение. И для Абхазии, я полагаю, было бы также любопытно обратить внимание на сферу строительства дорожно-строительной техники. И сельхозмашиностроение в части производства оборудования для мелких приусадебных хозяйств, для мелких фермерских хозяйств. Очень большая линейка продукции производится в Беларуси именно в части сельхозмашиностроения. Торговое представительство готово здесь оказывать тоже свою поддержку. С учетом того, что Российская Федерация в этом плане при взаимодействии с Беларусью может выступать и как потребитель, и как поставщик. Потому что если мы возьмем структуру промышленности Беларуси в разрезе единицы промышленной продукции, то доля российского компонента в этом продукте может составлять до 70%. Поэтому здесь все очень тесно связано. И если, допустим, на территории Республики Абхазия будет создаваться какое-то сборочное производство, возможно, то оно может быть создано с учетом реализации этого продукта и в близлежащие российские регионы. Такие возможности тоже могут быть. Вопрос взаимодействия с Беларусью, он также косвенно перекликается с темой союзного государства. И на уровне президента и министра иностранных дел Абхазия высказывала заинтересованность в форматах союзного государства, в заимствовании этих форматов. Из вашего опыта, какие форматы союзного государства именно в сфере торгово-экономического взаимодействия могли быть актуальны для Абхазии? Если мы говорим о торгово-экономическом взаимодействии, можно выделить несколько направлений. Первое направление, это то, о чем я уже косвенно сказала, это кооперационное взаимодействие. Возможность создания совместного продукта, который мог бы быть потом реализован в третьи страны. Это первое направление. Второе направление, это транспортно-логистическое взаимодействие. С учетом тех решений по транспортной инфраструктуре, которые принимаются сейчас в Республике Абхазии, и их дальнейшая реализация, они неизбежно приведут к появлению новых возможностей для перевозки грузов и поставок из Белоруссии и России. Будет меняться кардинально логистическая картина товаропотоков. Что касается прочих направлений, безусловно, туризм. В Белоруссии, несмотря на то, что у нее отсутствует морское побережье, есть очень много озер, очень развито санаторно-курортное лечение. Присовокупить сюда здесь уникальные особенности, уникальные климатические условия Абхазии и добавить к этому разнообразнейшую возможность туристических туров по России, то здесь можно генерировать идеи бесконечно. И еще одно направление, о котором я еще не говорила, но оно действительно сегодня, с учетом развития технологических решений, очень важное – это IT-сфера. Очень глубокие компетенции, наработанные в России и в Белоруссии – это возможность использования зон, особых экономических зон, территорий опережающего развития, технопарков, детских кванториумов, которых мы недавно слышали в Росстатронничестве. Все это позволяет вычленить те решения, которые подходят для Абхазии. В России я бы обратила внимание на технопарки не только Москвы и Московской области. Их там очень много, они все очень высокоразвитые, решают массу задач технических, технологических, производственных, промышленных, но еще и на те решения, которые реализуются в регионах. В частности, в Башкирии очень интересная есть особая экономическая зона, в которой собраны тоже все современнейшие решения по такого рода территориям. И я думаю, что какие-то элементы этих решений были бы полезны для Абхазии. В Белоруссии, вот если брать эту часть взаимодействия, то это и парк высоких технологий, и индустриальный парк «Великий камень». Везде есть свои плюсы, везде есть какие-то интересные решения. И выработка возможных, приемлемых для Абхазии решений, исходя из опыта уже наработанных и Россией, и Беларусь, она была полезна с высокой степенью вероятности. Торговые предстоятельства готовы и в этом разрезе помогать, и оказывать содействие и в налаживании двусторонних коммуникаций, трехсторонних коммуникаций, и в реализации практических шагов по их применению. Кстати, в этой связи недавно было заявлено о инициативе от торгового представителя Абхазии в России об открытии торгового дома в Беларуси. Будем надеяться, что эти инициативы получат дальнейшее продолжение. В продолжении темы, те события, которые происходят в мире сегодня, это специальная военная операция на Украине, и все, что с этим связано, санкционное давление. И как вы считаете, как уже меняется товарооборот и структура товарооборота в Абхазии, и что может измениться, и как может вся эта ситуация с санкциями повлиять на товарооборот между Абхазией и Россией? Безусловно, все процессы, свидетелями которых мы являемся на протяжении последнего времени, и это не только текущий год, но это еще и пандемийная история, и в частности Беларусь столкнулась с санкционной политикой в плотной мере, чуть раньше, чем это было переложено на Российскую Федерацию. Все это свидетельствует о том, что в мире наблюдается глобальная трансформация. Мы сейчас будем брать в расчеты и говорить о торгово-экономических сюжетах. Происходит трансформация экономических взаимоотношений. И первым показателем этих трансформаций является изменение транспортно-логистических потоков. И экспортно-импортные грузопотоки, и переориентация их с европейских рынков на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Это все процессы глубинные, и Абхазия здесь, как государство, которая является страной, имеющей доступ к портовой инфраструктуре, которая нуждается, конечно, в существенной реконструкции, она может в этой системе изменяющейся инфраструктуры сыграть очень существенную роль. Очень много, конечно, вопросов в части объемов перетоков, но я думаю, что в ближайшее время мы это увидим. Салина Юрьевна, спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Уважаемые зрители, мы с вами прощаемся. До новых встреч в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник Абхазия».